Приветствую всех, кто смотрит нас в этот час. В эфире программа «Культурная среда» в студии Наталья Шульга. Здравствуйте. Рожденный в Севастополе по инициативе героев Советского Союза, проживающих в Крыму, международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ «Победили вместе» — единственный, созданный в память о военном подвиге стран-участниц Второй мировой войны. Он — один из ведущих межнациональных кинофорумов, предоставляющих уникальную возможность творческого диалога документалистов России и других стран. В этом году 16-й фестиваль посвящен 75-летию «Победы в Великой Отечественной войне». С 28 августа по 4 сентября Международный форум документальных фильмов и телепрограмм соберет друзей и гостей в Севастополе. Стартует Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» — фестиваль крупнейший в России и один из крупнейших в мире международный форум документального кино. В этом году он проходит в 16-й раз. Фестиваль «Победили вместе» — 2020 посвящен 75-летию «Победы в Великой Отечественной войне». С фашизмом боролись люди самых разных национальностей. Все вместе. И они победили. Наш фестиваль призвал защищать историческую правду, сохранять память о войне. В конкурсной программе фестиваля более 150 киноработ из 37 стран мира и 21 региона России. Фестиваль — это национальный конкурс документального кино, международный конкурс документальных фильмов, международный телевизионный конкурс, конкурс киношкол, конкурс социальных фильмов, видео и рекламы. Вне конкурса творческие встречи, специальные программы кинопоказов, конференции. А также традиционная презентация международных кино и телепроектов потенциальным инвесторам «Питчинг». Под девизом «Защитить правду о победе» пройдет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне. Победители в конкурсах получат свои награды на торжественной церемонии 4 сентября. Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». И сегодня у нас в гостях Валерий Давыдович Рузин, руководитель проекта «Победили вместе», президент Евразийской академии телевидения и радио. День добрый. Приветствую вас. И Руслан Романович Ковейко, председатель Севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Давыдович, я сейчас вспоминаю те пять месяцев назад, когда мы вышли из эфира и буквально узнали о том, что президент России Владимир Путин объявил режим повышенной готовности. И вот оно, казалось, крушение надежд. Но не в нашем случае. Мы победили вместе, победим и в этот раз. И я хочу вам сказать слова благодарности от имени нашего коллектива, от имени руководства СТВ, потому что все то время самоизоляции мы брали контент фестиваля. Мы показывали фильмы фестиваля «Победили вместе», интервью с гостями, с творческими людьми. Спасибо вам большое за этот видеоматериал. Но я хочу сказать, что фестиваль открывает двери 28 августа, а мероприятия уже начинаются с сегодняшнего дня. И это пресс-конференция в Театре Луначарского. И к Дню российского кино открывается Кинотеатр «Россия». А вообще пандемия изменила планы организаторов фестиваля? Что-то пришлось увеличить, что-то уменьшить? Ну, конечно, жизнь продиктовала свое. И, конечно, нам не удалось пригласить всех тех, кто хотел приехать на фестиваль. Ведь вы посмотрите, 75 лет победы. Вы верно все очень сказали. Но этот год рекордный для фестиваля. 2020 год. 45 стран, профессионалы из 45 стран, заявили свои работы для участия в фестивале. Но мы отобрали немножко меньше, там 37. Но это рекорд. В прошлом году его было меньше. Около 100 человек, зарубежных гостей, настойчиво хотели приехать. Ну, вот, увы, возможности такой практически нет. Поэтому, конечно, мы получили, нам пришлось сделать фестиваль как бы гибридным, в оффлайне. То есть вот сегодня, завтра, послезавтра начинаются показы в кинотеатрах. Города Севастополя начинается с торжественной церемонии открытия 28 числа. И уже представление фильмов зарубежных нам придется устанавливать онлайн, значит, связь. И коллеги, авторы фильмов из Италии, из Таджикистана, Казахстана и других стран будут представлять свои работы. Как бы присутствие на фестивале. И это, конечно, радует, потому что настойчиво хотели приехать большие делегации из Франции, Италии и многих других стран. Так что вот такой гибридный как бы фестиваль, но все-таки он воочию, очно, здесь, в Севастополе, для жителей города и для участников, между прочим, нашей необъятной страны. Тем не менее, они прислали свои работы. Работы все участвуют. И зарубежные все работы участвуют. Но я бы еще раз хотел подчеркнуть, что вся Россия у нас, помимо Москвы и Севастополя, еще 21 регион, которые отобраны. Пристотно было работ больше. И они все тоже, они все приезжают. Где-то около 200, чуть больше человек. Это авторов, участников фестиваля, международного общественного форума, питчинга, международной презентации международных проектов. Все приезжают в Севастополь. Ну, я бы, если можно, хотел бы сразу сказать, что здесь я выступал еще как член президиума Ассамблеи народов Евразии. И вот здесь присутствует Роман Русланович Ковейко, который не только возглавляет в Севастополе отделение Ассамблеи народов России, но он еще и возглавляет также Ассамблею народов Евразии. То отделение, которое здесь организуется. И второй год подряд уже здесь проходит в эти дни фестиваля «Евразийская школа». Да, и мы как бы координируем наши мероприятия и также здесь участники. Рука об руку. Совершенно справедливо. А Ассамблея народов Евразии один из основных организаторов этого фестиваля? Безусловно. Это очень, как бы так сказать, все говорим о мягкой силе. Вот Ассамблея народов Евразии – это международная общественная организация, которая объединяет уже более общественных деятелей, деятелей культуры, политиков, экономистов и так далее. Более 40 стран. Это уже сегодня мощная организация, мощная сила, которая представляет Россию на этом пространстве. И Ассамблея, и ее руководители, генеральный секретарь Андрей Юрьевич Беленинов будет на фестивале, и руководитель Ассамблеи народов России, она первый заместитель генерального секретаря Светланы Константиновны Смирновы также будет здесь, в Севастополе. А вы знаете, у меня есть цитата Светланы Константиновны о том, что в начале года на пресс-конференции в Москве было тогда уделено внимание и Международному общественному форуму по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественных войнах. И вот что она сказала. Мы хотим показать многогранную победу, ту, которую завоевали и солдаты-воины, и труженики тыла. И самое главное, это наша общая победа. Людей разных национальностей и разных вероисповеданий. И это невозможно разделить, подчеркнула спикер. Да, ведь очень точно подмечено. И, конечно, Ассамблея народов Евразии, лично Светлана Константиновна, уделяет очень много внимания для продолжения этой работы. Руслан Романович, я хотела сказать, что же все-таки роднит, что же сближает, какие точки соприкосновения Ассамблей народов России, народов Евразии. Ну, наверное, вопрос надо поставить от обратного, да? Да, они соприкасаются непосредственно. И Ассамблея Евразии, она должна была просто стать организатором этого фестиваля, этого Севастопольского фестиваля. Ну, я немножко исторический такой ракурс скажу, что у нас в 2014-2015 году здесь было создано региональное отделение Ассамблея народов России, общественной организации, которую возглавляет Светлана Константиновна Смирнова. В 2017 году был первый съезд Ассамблеи народов Евразии. К этому Ассамблея России долго шла, и что подвигло к этому? Потому что Ассамблея Евразии долго и упорно работала, подписывала соглашения, очень тесные связи со всеми Ассамблеями, там, и Кингизии, и Казахстана. И пришли к мысли, что надо создать на постсоветском пространстве, на континенте Евразии, вот именно такой орган, который бы работал. И вот был первый съезд, и создали Международный союз неправительственных организаций. Если вы знаете, в 2018 году у нас здесь, в Севастополе, а начало этого мы положили в Ассамблее России, то есть видите, как все связано, и Ассамблея России, и Ассамблея Евразии. Кстати, у нас Светлана Константиновна является генеральным секретарем, секретариат Ассамблеи Евразии. И у нас была здесь открыта Евразийская школа, первая Евразийская школа. Она была открыта, она прошла. И вот она прошла с таким успехом, что подвигло руководство год назад, в 2019 году, провести здесь Международный форум. Вот о чем вы говорили, кстати, сохранение памяти. И мы очень горды тем, что этот бренд, севастопольский, он сохранен за этим Международным форумом. Он прошел, и тогда же, год назад, Ассамблея Евразии, она стала и организатором, соорганизатором этого фестиваля. Мимо пройти мы просто не могли. Почему? Потому что мы говорим о традициях, о традициях народа, о мире, добрососедстве. А вот здесь может как-то получиться, что победа, Великая Отечественная война, сохранение памяти. Но ведь мы победили ради мира. Если бы не было этой войны, и если бы Советский Союз тогда не победил, не знаю, как бы мы здесь жили. То есть это все взаимосвязано. А еще импонирует то, что в 2004 году создали герои Советского Союза. А ведь они тоже были разных национальностей. То есть здесь все, все воедино. Не просто соприкасается, а переплетается. Переплетается, да. Руслан Романович, я хочу сказать, что, конечно, о работе Евразийской школы. О 2018 годе, когда он был насыщенный для вашей организации, невозможно вот так вот буквально за полчаса уместиться. Поэтому я предлагаю посмотреть четырехминутный ролик. Давайте вернемся. Это обмен опытом и изучение особенностей формирования гражданской, цивилизационно-евразийской интеграции. Государства между собой объединяются, а мы объединяемся через народ и через людей. В городе, который очень хорошо знает цену мира. Сохраняем часть традиционными ценностями. Традиции сами по себе не вырастут. Надо их поддерживать. Он как бы наметил, а как нам дальше быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У меня папа русский, мама украинка, бабушка еврейка. И для меня это все как-то переплетается. Батюшка говорит, я говорю о том, что в Севастополе у нас вообще никогда не было никаких разночтений. Севастополь – это форхоз российского государства на отечении цивилизационных коммуникаций между Востоком и Западом. Наша миссия – это в первую очередь продвигать именно культурные мероприятия. Это первый проект такой крупной масштабной Севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России. Он выстрелил, это уже видно. Я хочу еще добавить, что за это время, год назад, в Севастополе было открыто представительство Международного союза неправительственных организаций. И Крымская евразийская школа, она уже проводится в рамках Ассамблеи Евразии. Мы, конечно, не могли пройти мимо 75-летия Победы. И поэтому в рамках Евразийской школы сотрудничества у нас проводятся недели памяти. Ну, конечно, пандемия внесла свои коррективы, это должно было быть все в мае. Но так как у нас переплетается тема, и тема переплетается, и наши ученые, общественные деятели, что в фестивале участвуют, что в Ассамблее Евразии, Международном форуме, мы решили это все провести вместе. Вот почему некоторые и путают и фестиваль, и Крымская евразийская школа, и Международный форум. У нас получается так три в одном как бы все. Мы проводим неделю памяти, это с 28-го тоже числа, утром открытие Евразийской школы, вечером открытие фестиваля, и дальше у нас неделя проходит памяти. Она проходит на площадках, открывается на 35-й батарее, потом на площадке Севастопольского государственного университета. В основном участвует молодежь, школьники участвуют. В рамках этой недели памяти у нас пройдет научно-практическая конференция, где у нас ученые мужи встретятся и будут говорить, как дальше воспитывать молодежь, чтобы они помнили об этой победе, чтобы противостояли фальсификации той, которая сейчас идет. Дальше идет культурно-просветительская конференция. В рамках этого мы решили провести фестиваль национальных кухонь, который полюбился севастопольцам, именно фестиваль национальных кухонь Севастополя и Крыма. Это для того, чтобы у нас приезжает очень много гостей, благодаря Валерию Давыдовичу, и чтобы они увидели весь наш национальный колорит, чтобы посмотрели, как у нас все 103 национальности в Севастополе дружно живут, готовят и умеют вкусно накормить. Олег Давыдович, вернемся к фестивалю. Какие же номинации будут представлены, на каких площадках? Ну, у нас традиционно... Смотрите, во-первых, я бы пригласил севастопольцев, ну и гостей города тоже можно пригласить, смотреть кино, приходить в кино. Потому что, скажу, что называется правду по привычке, на фестивалях документального кино в таких городах, как Пермь, Екатеринбург, вообще не попасть на просмотры. У нас, по сравнению с более крупной, более масштабный фестиваль в Севастополе. И это лучшее документальное кино страны и мира. Хотя собрать для фестиваля вот такую международную программу, ну, опять будем откровенны, не так просто. Конечно, вот политика санкций, там она дает себя знать, и преодолевать приходится вот всяческие припоны в этом плане. Но люди культуры все-таки находят как бы в себе такое чувство правильное, верное, что культура вне санкций. И мы вот собираем обширнейшую программу лучших работ. И это в кинотеатрах будет демонстрироваться открывающийся 27-го числа кинотеатр. Кинотеатр Россия, да. Как замечательно вообще вот преображенный кинотеатр с именем Россия открывается в Севастополе, потому что, ну, вот с 2005 года фестиваль проходит. Да еще когда? День российского кино. Замечательно. Я думаю, что те, кто придут и на открытия, и те, кто придут на наши просмотры, они будут приятно удивлены, поражены, заинтересованы. Потому что это будет и замечательное кино, и замечательные люди. Во главе у нас жюри международного конкурса документального кино, выдающийся кинемографист, народный артист России, известный режиссер Владимир Иванович Хатиненко. В составе жюри там есть просто замечательные кинемографисты, документалисты, режиссеры игрового кино. Сегодня вообще часто они переходят из одного жанра в другой. И сказать там о Юсупе Розыкове, который начинал там как документалист, а сейчас его замечательные игровые работы давно завоевали массового зрителя. И мы покажем, он возглавляет жюри у нас национального конкурса, мы покажем его новый фильм на творческой встрече с ним. Это танец с саблями о раме Хачатуряне, как создание в годы войны этого выдающегося произведения музыкального. Это игровая художественная лента, новый фильм режиссера. Ну и так далее, и так далее. Совершенно замечательнейшая плеяда самого высокого международного уровня отечественных документалистов. Это здесь можно, я могу называть, бесконечно. Это там и Сергей Дебежев, Иван Твердовский. Ну, я замучаюсь называть их всех. В имени их не хватит. Но хотел, вот только, вы знаете, зачитать несколько слов из приветствия нашего президента фестиваля, известного всем, конечно, любимого всей страной, Владимира Валентиновича Меньшова, нашего народного артиста и актера, и режиссера. Вот он в своем приветствии фестивалю сказал такие слова. Поздравляю город-герой Севастополь, его жителей, ну, особенно ветеранов этих, чья жизнь связана со службой военно-морковой флоте, с тем, что 16-й год подряд ваш город является центром, где собирается лучшее документальное кино, посвященное великой победе. Победе, которая является гордостью нашей страны. И вот это кино приходите смотреть, но при этом я опять скажу о программе, что мы не можем ведь жить только в прошлом. Это неоднократно подчеркивал, мне кажется, очень справедливо президент нашей страны, Владимир Владимирович. Путин говорил, что мы не можем оборачиваться только в прошлое. Мы, основываясь на прошлом, на достижениях, на великой истории нашей страны, на наших победах, мы строим будущее, завтрашний день. Поэтому особенно документальное кино, и у нас это в программе, оно отражает и героику сегодняшнего дня. И у нас фильмы даже о севастопольцах. Я приглашаю посмотреть, там у нас целое несколько фильмов, значит, группа, четыре картины о спорте, о выдающихся представителей спорта. Один из них – это севастополец, герой фильма «Восхождение» режиссера Сергея Головецкого, но я даже могу его назвать, это заслуженный мастер спорта Игорь Паклин. У нас там есть фильмы о героях, которые также живут в Севастополе, афганцах и так далее. Олег Довальевич, ну вот в предыдущие годы, я помню, у вас в фестивале были такие проекты. Ну, например, «Звезда в гостях у ветерана». И пять месяцев назад вы не хотели еще создать интригу такую, не хотели раскрывать всех секретов, но сегодня можете поделиться, что будет, что мы увидим. Тогда вы говорили о том, что, возможно, творческие люди, люди кино придут в гости к ветерану и расскажут какие-то об интересных событиях, о съемках, что, как на сегодняшний день этот проект. Ну, вот, конечно, немножко это сложно в связи с нынешней ситуацией, да, которую все понимают, и тут ничего добавлять не надо, но мы сотрудничаем очень тесно и дружески с Советом ветеранов города-героя Севастополя, который возглавляет человек знакомый, мы с ним знакомы еще с тех пор, когда он был заместителем командующего Черноморским флотом с украинских времен. То есть Александр Геннадьевич Пушкарев вообще человек замечательный, и мы по мере, как бы, возможности, не обостряя какие-то вот санитарные нормы, подумаем, постараемся что-то сделать, но как позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка? Хочу еще добавить, что здесь и национальности у нас в стороне не остались. Дело в том, что у фестиваля обширная такая география, сюда приезжают из Казахстана, из Белоруссии, из Татарии, из Боруссо-Казахстана, и национально-культурные буквально, вот вчера даже мы разговаривали, они узнают, кто приезжает, хотя творческие встречи с ними будут, и на фестивале будут встречаться, и после напряженного трудового такого дня вечерами будет пресс-конференция, где национально-культурные будут тоже вот встречаться и говорить, как они здесь живут и знакомятся. То есть примерно так. Ну и хотелось бы сказать о призовом фонде фестиваля. Ну, пока о призовом фонде говорить немножко рано. Я надеюсь, что город-герой фестиваля Севастополь, руководство города, которое, новое руководство, оно в первый год, вот мы встречаемся на 16-м фестивале. Ну, мы ощущаем поддержку руководства города, но вот вместе, я надеюсь, что подумаем о том, чтобы фестиваль стал притягательным во всех отношениях. Пока он притягательен в творческом отношении, у нас будет, ведь помимо того, о чем упомянуто, еще будет круглый стол, который приведет замечательный киновед Ирина Павлова. Это кино в поисках исторических правды. Кино и история. Вопросы, которые волнуют не только документалистов, а вообще, как бы, многих. Ибо роль кинематографа в этом, чтобы мы помнили, чтобы не выцветала память наша, чтобы и роль кинематографа в передаче вот этой памяти, как мы говорим, в трансформации ее от старшего молодым поколениям. Ведь она, может быть, ведущая через образ молодежь, воспринимает историю страны. И вот, знаете, на научно-практических конференциях, хочу отметить, где у нас присутствуют историки, все, кинематографисты дают даже фору. Настолько они знают некоторые детали, о которых только впервые даже историки узнают. Вот. Это разносторонние люди, и от этого только польза. Вот, когда вместе собираются историки, кинематографисты, это очень хорошо. Ну и, конечно, нам мы горды, что это все проходит в Севастополе. Нам это надо. В Севастополе это надо. Что у вас будет огромное количество гостей, друзей, зрителей и поклонников фестиваля. Что желают перед началом? Удачи? Ну, конечно, удачи участникам, да. А фестивалю быть? Фестивалю, конечно, быть. Потому что вот опять, вот что сказал Владимир Валентинович, не могу не прочитать, вот его слова. Мы с вами, он обращается к севастопольцам, вырастили крупнейший фестиваль документального кино в стране. Мы воплотили в жизнь идеи тех героев Советского Союза, которые в 2004 году инициировали создание фестиваля, победили вместе. Мы осуществили их мечту. Мажорная нота, но, к сожалению, приходится завершать нашу программу. Успехов, удачи. Спасибо. Спасибо. Напомню, у нас в гостях были Валерий Рузин, руководитель проекта «Победили вместе», президент Евразийской академии телевидения и радио и Руслан Ковейко, председатель Севастопольского регионального отделения Ассамблеи народов России. Таким был день, а я желаю хорошего информационного вечера и до встречи на следующей неделе. Продолжение следует...